Дорогие друзья, и вновь с вами канал популярная микробиология. Если вам нравится наш канал, ставьте лайки и слушайте наши темы. Итак, изменчивость. Записываем таблицу по изменчивости бактерий. Изменчивость бактерий подразделяется на ненаследственную, синонимы модификационная, фенотипическая и наследственная. Модификационная изменчивость выражается в изменении формы, размеров микробной клетки, биохимических признаков, антигенных признаков. Разберем на конкретных примерах. Чудесная палочка, серрация марцессенс, на питательной среде продуцирует пигмент продигиозин кроваво-красного цвета. Вы уже знаете о том, что свое название микроб получил за то, что может производить чудеса в католической церкви. Накануне католических праздников глазницы иконам смазывают культурой чудесной палочки, а на следующий день на глазницах икон появляются кровавые слезы. И священник говорит своим прихожанам о том, что произошло чудо. Икона Богоматери плачет кровавыми слезами. Значит, надо замаливать свои грехи. Вернемся к этому микробу. Чудесная палочка продуцирует продигиозин и дает кроваво-красные колонии. Но при изменении состава питательной среды, добавлении поваренной соли и лактозы, пигментообразование утрачивается. Генотипическая изменчивость, она представлена мутациями. Мутации у бактерий – это очень актуальная проблема. Мутации бактерий бывают геномными, хромосомными и генными. Геномная и хромосомная заключаются в интеграции в хромосому и перемещении транспозонов. Генная мутация – это главный механизм изменчивости. Таким образом, мутации – это стойкие наследственные изменения свойств микроорганизма, но они не связаны с рекомбинациями. По происхождению мутации подразделяются на спонтанное. Частота их 10 в минус 5, 10 в минус 10. Причина их, как правило, неизвестна. Мутации могут быть индуцированными под влиянием физических и химических мутагенов. Физические мутагены – это ультрафиолетовое облучение, ионизирующее облучение, температура. Химические мутагены – это различные химические соединения. По характеру изменений в структуре дезоксии рибонуклеиновой кислоты бывают генная, затрагивают один ген, и хромосомная – это крупные перестройки в отдельных фрагментах ДНК. Мутация широко используется, например, для получения живых вакцин. Трансформация относится к генетическим рекомбинациям. Сразу отметим, что генетические рекомбинации играют подчиненную роль, а главную роль в эволюции играют мутации. Трансформация – это способность ДНК проникать в клетку рецепиента, и она зависит от природы самой ДНК и от состояния клетки рецепиента. Клетки, способные воспринимать донорскую ДНК, называются компетентными. Если студенты фармацевтического факультета первого курса, которые слушают сейчас эту аудиолекцию, находятся в состоянии компетентности, то они имеют достаточный уровень предшествующих знаний, чтобы воспринимать информацию лекционного материала. Трансформирующей активностью обладают двунитевые фрагменты ДНК с определенной молекулярной массой. Впервые явление трансформации у бактерий наблюдал исследователь Гриффитс в 1928 году. При заражении мышей небольшими дозами непатогенной и лишенной капсулы культуры пневмококка второго типа совместно с убитой культурой вирулентного капсульного пневмококка третьего типа все мыши погибли от сепсиса. То есть произошло превращение непатогенного пневмококка в вирулентный за счет приобретения капсул. Конюгация. Еще одна разновидность, относящаяся к наследственной изменчивости. Это перенос генетического материала из клетки донора в клетку рецепиента при непосредственном контакте бактерий за счет фактора фертильности. Фактор фертильности, как было сказано ранее, это вне хромосомная детерминанта, которая контролирует синтез пили. Пили – это половые реснички. В процессе конюгации между бактериями образуется цито-плазматический мостик. Подождем следующего слайда. Субтитры создавал DimaTorzok конюгация. Донора – это перенос генетического материала из клетки в клетку при их непосредственном взаимодействии. Как уже было сказано, донором является клетка, которая несет F-плазмиду. Процесс конюгации у бактерий впервые был обнаружен Джошуа Ледербергом и Эдвардом Тайтумом. Третьей разновидностью рекомбинаций является трансдукция. Это передача генетического материала от клетки донора к клетке рецепиента с помощью умеренного бактериофага. Напомню материал предыдущей лекции, что умеренным фагом считается фаг, который встраивается в генетический материал в клетки хозяина. Выделяют два типа трансдукции – неспецифическая или генерализованная. В процессе репродукции фагов в момент сборки в их головку вместе с фаговой ДНК включается фрагмент ДНК бактерии донора. Фаг становится дефектным, то есть утрачивает часть своего гена. При трансдукции фаг передает ферментативные признаки, наличие жгутиков, устойчивость к антибиотикам. Уважаемые друзья, вы прослушали очередную лекцию генетика микроорганизмов, вторую часть. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. С вами был канал Популярная микроорганизмов.